Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. В Югре значительно снизился коэффициент распространения коронавируса, но масочный режим пока остается в силе, как и день отдыха после прививки. Посетили в два с половиной раза больше поселений, чем в прошлом сезоне. Медики мобильной поликлиники подвели итоги зимней экспедиции. Как подготовиться к стартам и с кого брать пример? Призер Олимпиады Кристина Ресова поговорила со своими фанатами. И обо всем подробнее прямо сейчас. Привившимся против ковида югорчанам оставят дополнительный день отдыха. Об этом на заседании регионального перштаба рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Добавим, что такой выходной положен ревакцинирующимся жителям округа. Также голова региона отметила, что количество вновь заболевших коронавирусной инфекцией стремительно снижается. На данный момент коэффициент распространения составляет 0,55. В то же время количество привитых увеличивается. На сегодня первый компонент вакцины получили почти 90% югорчан. Тем не менее, губернатор напомнила, что жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. По оперативным данным Департамента здравоохранения за весь период к нам в регион поступили 1 миллион 298 тысяч 529 комплектов вакцин. По состоянию на 6 апреля привитые первым компонентом вакцин 87,5% югорчан от числа тех из нас, которые при желании могут сделать прививку. В советском районе предприниматели подключились к популяризации прививки против коронавируса. Каждый вакцинировщий житель муниципалитета среднего и старшего возраста может бесплатно получить набор фруктов. Купон, который гарантирует такой бонус, выдают медики в пункте вакцинации. Впрочем, акция распространяется на тех, кто принял решение ревакцинироваться. Медики, пациенты и продавцы солидарны в том, что витамины, особенно весной, никогда лишними не будут. А если факт получения витаминного набора может повлиять на решение о вакцинации, то почему бы его не предоставить? Здравствуйте. Вот по такому купону мне надо расплатиться за ваш витаминный набор. Это вам остается? А это вам не болит. Спасибо вам огромное. Я думаю, что на сегодняшний день не только для нашего района, а для всей России важно, чтобы все вакцинировались и у всех был коллективный иммунитет. Вот исходя из этого, я продолжаю до сих пор раздавать витаминные наборы для тех, кто вакцинируется. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера. В любое время можете подойти и получить бесплатно этот набор. Добрались до самых крайних точек региона. Окружной центр профпатологии подвел итоги зимней экспедиции на площадке Рицюгра. На встречу с журналистами пришли главный врач медучреждения Николай Ташланов и заведующий передвижной поликлиники Владимир Слабко. На этот раз в удаленных и труднодоступных поселках работали сразу две бригады мобильных медицинских комплексов. Благодаря расширению географии врачам удалось достичь самых крайних точек Югры. На западе это поселок Приполярный и деревня Щекурья. На севере поселки Сорум и Сосновка, которые стоят на границе с Ямалом. На востоке село Корлики. К слову, до него от зимника можно доехать только на Буране. Это 8 часов пути, поэтому врачи воспользовались альтернативой. Вместе с мобильным и медицинским оборудованием добрались до села на рейсовом вертолете. С таких вот серьезных вызовов для нас было. Это именно логистика, ее оптимизация, максимально эффективное использование того времени и возможностей, которые у нас есть. Какое-то оборудование выдерживает, соответственно, да. Данный темп работы с каким-то что-то приходится менять или его адаптировать к текущим условиям сегодняшнего дня. Врачи обследовали почти 7 тысяч человек. Стабильная работа ледовых переправ и зимников позволила посетить 37 населенных пунктов, что в 2,5 раза больше, чем прошлой зимой. В 10 поселках врачи побывали впервые. Остальные посещали либо в предыдущие зимние вахты, либо летом на плавполиклинике. Отмечу, что медпомощь угорчанам оказывали 32 медика. В их числе дерматовенеролог, кардиолог, окулист и лор. Экстренная помощь потребовалась 7 жителям из поселков Нумто, Шугур и Перегребное. А из них символи абортом с анавиацией на срочное лечение направили пациента в прединфарктном состоянии. Также в районную больницу был госпитализирован мужчина со сложным переломом. Все было сделано вовремя, никаких вопросов с этим нет. Чем эффективнее мы работаем в плавном порядке и происходит ранняя диагностика, тем меньше таких случаев в этих отдаленных поселках. То есть тут корреляция такая очень прямая. Но избежать этого абсолютно нельзя. Югорчане отправятся помогать эвакуированным. Министерство обороны России предложило Югорскому гуманитарному добровольческому корпусу прилететь в Донецкую область с новой миссией. Работать добровольцы будут вблизи города Мариуполь, где сейчас большое количество людей, вынужденно покинувших свой дом. Гум-корпус разобьет на территории пунктов временного размещения, палаточный лагерь и установит полевую кухню. Отмечу, что гуманитарный груз, собранный югорчанами, отправится в Донецкую и Луганскую области позже. А пока добровольцы возьмут с собой 4000 пар обуви и одежду, выделенную нефтьюганским предпринимателем. Работать там добровольцы планируют до окончания спецоперации на Украине, перемещаясь по безопасным районам вместе с российской армией. Меняться добровольцы будут каждые две недели. Только у меня уже там, наверное, с десяток обращений от жителей Югры, что родственники в Мариуполе найти не могут. То есть, возможно, эти коммуникации нам получится выстроить с МЧС ДНР, с военными ДНР, для того, чтобы эвакуировать из подвалов родственников наших земляков. Новые экономические вызовы югорчане воспринимают как новые возможности. Товаропроизводители нашего региона продолжают продвигать бренд, сделанный в Югре, и наращивать конкурентоспособность. Так в Югорске процветает семейный бизнес Колодкиных. Они производят высококачественные полуфабрикаты, которые пришлись по вкусу всему округу. История семейного предприятия «Пельмешки», как у бабушки, началась с производства полуфабрикатов из теста. Пельмени, манты, хинкали и вареники полюбились не только жителям Югорска, но и других муниципалитетов региона. Сегодня компания выпускает больше полусотни видов продукции. Предлагает покупателям рыбные, мясные и овощные котлеты, а еще голубцы и колбаски для жарки. Работаем, 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 будем работать. Сейчас как мы закроемся? Мы никак не закроемся. Мы людей приучили уже к вкусной пище, вкусной, здоровой, полноценной, натуральной пище. Унывать не приходится. Дело начали, надо продолжать. Сегодня цены на продукцию югорских предпринимателей остались прежними. Их удается сдерживать за счет сырья, закупленного по старой стоимости. Подорожала сейчас говядина очень сильно. То, что мы используем заднюю часть, ее даже топтовики не говорят цены, потому что цена приходит по факту. Это такой товар. Она идет в садике, в основном, поставляет вот эту филейную часть. Также вот тут у нас шок был с вишней. 750 рублей нам предложили за килограмм. Это вот куда годится. То есть будем как-то отказываться или как-то нивелировать, ищем других поставщиков. Раньше для приготовления вареников с вишней на семейном производстве использовали ягоду из Китая, Египта и Узбекистана. Однако сейчас ее в продаже нет. Тем не менее, без любимых полуфабрикатов югорчане не останутся. У Владимира Колодкина уйма идей, как разнообразить ассортимент. Также в планах открыть еще одну торговую точку. Наталья Аксток, ружная телерадиокомпания «Угра» при поддержке Югорск ТВ. 98% югорских первоклашек записаны в школу через портал Госуслуг. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий. Такая форма подачи заявлений действует в 37 регионах России. До конца года она станет доступна на всей территории страны. В Югре электронную услугу внедрили в сжатые сроки силами департаментов образования и информационных технологий. При заполнении заявления учитывается территориальная привязка и возможные льготы. Всего на текущий момент в округе подали около 20 тысяч заявлений на поступление в первый класс. Это на 4% больше, чем годом ранее. В Нижневартовском госуниверситете увеличили количество бюджетных мест по IT-направлениям. Напомню, ранее Министерство науки и высшего образования анонсировало увеличение бюджетных мест для подготовки кадров для цифровой экономики. Так, в Нижневартовске в этом году поступить на бюджет по IT-направлению сможет 91 у Бетриен. Тогда как в прошлом таких счастливчиков было чуть более 70. Регина Гауфа расскажет подробнее. Свою будущую профессию Денис Кривощоков выбрал для себя еще в средних классах. Уже тогда юноша отмечал, как активно развивается сфера IT. Появляется все больше программ и мобильных приложений. Сначала родители не были в восторге от выбора сына и планировали, что он пойдет по их стопам и тоже станет нефтяником. Однако сейчас, когда Денис заканчивает вуз, только поддерживают его решение. Они сами видят ситуацию вокруг. И вообще они даже поняли, что я уже работу нашел. Я еще не закончил обучение, но я уже год работаю. Хотелось бы, конечно, иметь какое-то собственное приложение. Что-то такое, которое пользуется всеми людьми. И которое будет написано с нуля, именно российскими разработчиками. Айтишников сейчас называют новой нефтью. Такие специалисты действительно востребованы на рынке труда. Отвечая на современные вызовы, в НВГУ увеличили число бюджетных мест по этим направлениям на 18%. Практически все наши выпускники, они работают по специальности. Они уже на четвертом курсе, практически все имеют место работы. Поэтому в этом заинтересованность. И это одна сторона медали. Вторая сторона это то, что этишникам сейчас государство идет на очень большие льготы. Это, во-первых, увеличение заработной платы. Это присутствие государства в лишении жилищных проблем через ипотеку. И многое другое. Отмечу, что это не единственное в НВГУ направление, где в этом году увеличили число бюджетных мест. Помимо традиционного для университета педагогического блока, их станет больше на гуманитарном направлении и в целом перечне специальностей, в которых отмечается нехватка кадров. Она достаточно острая по ряду направлений. И в этих направлениях мы продолжаем работать, продолжаем готовить специалистов. Это инженерные направления, это естественные научные направления. В инженерных направлениях тоже достаточно широкий спектр. Это и нефтегазовое дело, это и специалисты в области энергетики, электротепла. Всего в новом учебном году Нижневартовский госуниверситет планирует принять абитуриентов на 344 федеральных бюджетных места и на 430 мест за счет средств бюджета округа. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. 250 сургутян смогут бесплатно поступить в ведущие вузы страны. Городской центр занятости населения начал прием заявок на переквалификацию по федеральному проекту «Содействие занятости». Основной упор в обучении сделают на востребованной профессии. Как пояснили в центре занятости, в основном это рабочие специальности. Жители Сургута и Сургутского района уже подали 80 заявок. Обучение будут проводить местные вузы и СУЗы после того, как заключать договоры с федеральными операторами. Это агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia, Томский государственный университет и Академия народного хозяйства при президенте. Главным условием бесплатного обучения является обязательное последующее трудоустройство. Отмечу, освоить новые профессии смогут мамы в декрете, граждане предпенсионного возраста и нетрудоустроенные выпускники. Директора Нижневартовской компании, которая специализируется на обслуживании буровых установок, осудят за серию коррупционных преступлений. После возбуждения уголовного дела обвиняемая пыталась скрыться, но ее задержали в Сочи. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, директор сэкономила на обязательных платежах. Это налог на добавочную стоимость и страховые взносы. Сумма ущерба превысила 600 миллионов рублей. А чтобы избежать проверок и снизить штрафы, подкупала должностных лиц. Также генеральным директорам в качестве взятки переданы денежные средства и иное имущество за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия. В том числе, не проведение в дальнейшем проверок в отношении юридического лица. Сумма незаконно переданных денежных вознаграждений составила свыше 5 миллионов рублей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи Министерства внутренних дел. Они занимаются предварительными расследованиями преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничества, краж, грабежей и разбоев. В органах предварительного следствия Югры служат более 500 человек, из них больше половины женщины. Они успешно расследуют самые серьезные и запутанные преступления. За минувший год в производстве югорских следователей находилось более 16 тысяч уголовных дел, из которых больше трех тысяч направили в суд. Столько же обвиняемых привлекли к ответственности. Количество расследуемых преступлений выросло почти на 3,5%. В Сургуте столкнулись две иномарки. Авария произошла накануне вечером. По предварительной информации, водитель Тойота не уступила дорогу Фольксвагену, когда выезжала из жилой зоны. В результате столкновения пассажирка немецкого автомобиля получила травмы. Это единственный ДТП с пострадавшими, которые зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. При этом не обошлось без штрафов. Госавтоинспектор задержали шесть водителей в состоянии опьянения, еще пять отказались от экспертизы. Двое сели за руль под градусом не первый раз. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 38 водителей. 18 нарушили правила перевозки детей. От чемпионки страны по чирлидингу до призера Олимпийских игр. Сегодня Кристина Рисова рассказала подрастающему поколению о своем спортивном пути. Встреча с юными спортсменами прошла в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. В таком мероприятии Кристина участвовала впервые, поэтому волнение было как перед соревнованиями. Игорченко рассказала о том, как подготовиться к стартам, поделилась любимыми упражнениями и рассказала, кто ее кумир. В мероприятие приняли участие воспитанники спортивных школ. Стоит отметить и то, что автор самого интересного вопроса получил подарок от Кристины Рисовой. Это вообще заряд эмоций, когда ты находишься в своем родном регионе, ни с чем не передать, потому что, ну, как бы болельщиков много и в Тюмени, и, допустим, вот мы в Уфе были, но когда приезжаешь домой, не знаю, здесь все свое родное, и, соответственно, к людям, не знаю, как-то по родному больше относишься, что ли. Поэтому я вообще благодарна всем, кто приходит на нас смотреть, потому что, на самом деле, они делают эту атмосферу. Завтра спортсменка примет участие в спортивной элите Югры, а после отправится на отдых. В Югорском лыжном марафоне Кристина Рисова не примет участие. Югра принимает чемпионат России по северному многоборью среди мужчин и женщин, а также первенство страны среди юниоров и юниорок. Церемония открытия накануне состоялась в Белоярском. Старт состязанием дали губернатор Наталья Комарова и президент Федерации северного многоборья России Алексей Ворошилов. Спортсмены определят лучших в метании топора и тензиан на хорей, а также прыжках через нарты, в тройном национальном прыжке и беге с палкой по пересеченной местности. Югру на этих стартах представляют 26 атлетов. Они поборются за победу в личном и командном зачетах. К слову, всего на соревнованиях заявилось больше сотни спортсменов. Из Ямала, Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Якутии, Сахалина, Камчатки, Тюмени, а также и Венкии, и Красноярского края. Мы все одна семья, из северной и кориды, очень сильные народы и объединяет нас и в этот раз в спорт. Спасибо большое за то, что выиграли нашим юбором для этих замечательных соревнований. Мы постараемся не подпусти вас и начинаем именно с того, что желаю вам, каждому из участников сборной команды, победы на нашей юборской земле. Нам не жалко. Так что успехов вам. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам югорчанин Евгений Дементьев пробежал свою последнюю гонку в статусе профессионального спортсмена. Но что называется, ставить в угол лыжи он пока не собирается. Ближайший старт, в котором он примет участие – югорский лыжный марафон. Наш специальный корреспондент Дмитрий Пришвицин встретился с чемпионом и узнал о том, как коварный подъем на одной из трасс чуть не поставил точку в карьере спортсмена, что было дальше и как подготовили лыжника, как, вернее, проводили лыжника из большого спорта. Ответы в следующем материале. Большая часть сказала, наверное, наконец-то это совершилось, как долго можно было это ждать. Такой шуткой Евгений Дементьев проводили из большого спорта друзья и коллеги по лыжне. О своем последнем старте он заявил во время чемпионата страны, который на прошлой неделе завершился в Сыктывкаре. На момент гонки Евгению было 39 лет. Потрясающее лыжное долголетие демонстрирует наш олимпийский чемпион Турина. Знал, что я выхожу на эту гонку не бороться, а в прямом смысле этого слова поучаствовать. Профессиональная карьера Евгения Дементьева началась и закончилась в Сыктывкаре. На этот жизненный круг ему потребовалось четверть века. Свой первый взрослый старт он бежал на всероссийских соревнованиях на призы Раисы Сметаниной. Там-то ему впервые на дистанции встретился подъем, который проверил на прочность не одно поколение лыжников. Я когда бежал на эту гонку, я выходил на один подъем, который в тот момент для меня был самым тяжелым. В тот момент он не заставил меня остановиться в желании дальше заниматься лыжами. В итоге эта неудача сделала спортсмена только сильнее. Спустя 8 лет он триумфально выступил на Олимпийских играх. Из Турина 23-летний лыжник привез сразу две медали. Его работа на финише в скейтлоне до сих пор приводит в восторг. Из зоны аутсайдеров югорчанин постепенно подбирался к лидирующей группе, а на последних метрах вырвался вперед и завоевал золото. Счастливым тогда для Евгения стал 13-й номер. Вообще магия цифр в карьере Дементьева периодически случалась. К примеру, сейчас свой последний старт он завершил 86-м. Прямая ассоциация с Югрой. Цифры же всегда говорят сами за себя, и они говорят очень много значат. То есть тот же самый 13-й номер у меня, то есть последняя гонка 86-й, ну возможно. То есть они остаются, и потом они как-то ассоциируются вот с такими моментами. Евгений Дементьев был близок к завершению карьеры еще в 2009 году. Тогда случился допинговый скандал, а югорчанина отстранили от гонок на два года. На эмоциях спортсмен заявил об уходе из профессионального спорта, а его цитату по сей день вспоминают спортсмены и болельщики. Я не хочу искать виновных, все заложники происходящего. Отмечу лишь, что мы, спортсмены, на этой войне считаемся солдатами. Мы удовлетворяем чьи-то амбиции, и погибаем мы всегда первые. Через несколько лет Евгений вернулся в большой спорт, но основным фронтом его работы стали российские старты. Конкуренцию на международной арене он составил в лыжероллерах. Пауза в карьере дала возможность посмотреть на этот вид спорта по-новому. В итоге Евгений стал чемпионом мира. На сегодняшний день я понимаю, что лыжероллеры – это немножко другой вид спорта. И там нужно к нему также готовиться, и есть люди, которые к нему готовятся. На тот момент у меня этого понимания не было. У меня было так, вроде бы, как бы победил, но не все сильнейшие участвовали. Кроме того, пауза в спорте помогла Дементьеву найти еще одно увлечение. Уже около 10 лет его экипировочный центр пользуется огромной популярностью не только среди югорских лыжников, но и спортсменов всей страны. Мы делаем все, то есть за исключением ботинок на сегодняшний день. Сделаем лыжи, палки, нижнее белье, носки, шапки, лучше перчатки. Ну вот, все, что связано с лыжными гонками, мы практически все закрываем. Ставить в угол лыжи Евгений точно не собирается. Всю спортивную энергию будет отдавать коммерческим стартам. Таких, как югорский лыжный марафон, где на одной лыжне с профессионалами бегут и любители. Кроме того, пора воспитывать и подрастающее поколение и вести сына к чемпионским званиям. Дмитрий Пришвицин, Леонид Чемляков, Григорий Апанасюк, телерадиокомпания «Югра», Хандемансийск. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok